Привет, студент! Ты – это то, что ты смотришь, поэтому отложи свои дела на потом и устраивайся поудобнее. Команду «Универньюз» и я, Дарья Миронова, собрали для тебя лучшие новости за день. Смотри сегодня. Настало время больших перемен. Ученый Совет Казанского Федерального значительно обновился и омолодился. Преподаватели и студенты устроили творческий батл между направлениями юридического факультета КФУ. Ректор КФУ провел первое заседание ученого совета в обновленном составе. Повестка дня была довольно насыщенной. Рассмотрены обязанности комитетов и принято окончательное решение об открытии новых направлений подготовки. Какие изменения ждут Казанский Федеральный в ближайшее время, расскажет Аделя Шамилова. Первое заседание ученого совета в обновленном составе началось с поздравления и благодарности заслуженным сотрудникам университета, не вошедшим в состав новоизбранного ученого совета. Напомним, состав совета значительно обновился и омолодился. Каждой благодарности прилагала все денежные премии. Действительно, университет за минувшие годы прошел большой путь. Показатели, характеризующие нашу траекторию движения, четко указывают на рост. Именно в этот период мы с вами прошли непростые годы. По сути, был сформирован в новом формате наш федеральный университет и были приняты ряд стратегических для нашего университета программ. В частности, полностью была переработана первичная программа развития нашего университета в формате его федерального статуса. Кроме того, утвердили состав постоянных комиссий и кандидатуры заместителя председателя ученого совета КФУ. Провели конкурсный отбор на должности и выдвинули кандидатов в члены Академии наук Республики Татарстан. К слову, одним из них стал доктор экономических наук, профессор, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Полноценная работа ученого совета осуществляется за счет профильных академических комиссий, состав которых также утвердили голосование. Я хотел бы поблагодарить всех членов ученого совета и тех, кто отработал и в новом составе не будет работать, и всех, кто перешел и в новом составе работать за эти кардинальные решения, которые, по сути, сформировали новый университет. Разно можно характеризовать все эти вещи, но должно пройти много времени, достаточно много времени, чтобы мы поняли, что мы с вами создали. Обновились и учебные программы. Совет принял решение об открытии новых направлений подготовки предпринимательства, устаковедения и африканистика, управления развитием бизнеса, ведущих телевизионных и радиопрограмм, образования в области безопасности жизнедеятельности и педагогическое образование. Торжественную часть заседания завершила церемония подписания меморандума о взаимопонимании между КФУ и школой бизнеса Аксадеми. Документ предполагает проведение совместных образовательных программ. Завершилось заседание ученого совета предложением о дополнительной поддержке студентов-сирот и социально незащищенных категорий учащихся. По результатам года в университете образовали средства, которые в скором времени направят на поддержку тех, кто относится к этой категории. Адель Шамилова, Ленар Тавлетьяров, Роман Самарин, Универньюз. О чем расскажет нам сегодня Всемирная сеть, узнаем в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюз. На содержание парков и скверов в Казани этой зимой выделено 20 миллионов рублей. Всего в список объектов включено 138 городских парков, садиков и скверов. Перечень работ входит в содержание дорожек, детских и спортивных площадок, мест для выгула собак, уборка снега и мусора. Впервые в Казани работает всероссийская ярмарка. Более 100 продукций представляют 93 предприятия и 36 регионов России и Украины. Самый длинный искусственный каток в Европе начнет свою работу на Кремлевской набережной. На его открытии жители города смогут посмотреть выступления фигуристов и принять участие в различных конкурсах. В России создали в первом мире компьютер для незрячих. Это устройство и портативное рабочее учебное место. В Барселоне состоялась презентация Казани в рамках Кубка Конфедерации в 2017 году. Напомню, что матчи Кубка Конфедерации будут сыграны на 4 из 12 арен Чемпионата мира 2018 в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и на Московском стадионе открытия арена. Хорошее дело, Татарстан обходит другие регионы по количеству пожертвований. За 20 лет существования Росфонд собрал почти 9 миллиардов рублей, сумев помочь примерно 177 тысячам детей. Созданный ученым Куфу генная терапия псевдоартроза успешно опробована в клинике. В Казани впервые в мире успешно применили разработанный учеными Куфу метод генной терапии у больного псевдоартрозом, так называемым ложным суставом, который образуется на несвойственном месте вследствие длительного существующего выеха. Театр уже в четвертый раз принимает участие в международном театральном форуме и традиционно приводит оттуда престижные награды. 2 декабря в Казанском федеральном университете состоялся международный научно-методический семинар «Странное введение Австрии в обучении немецкому языку с содержательной и технологической компонентами». Методические секции провели референты из Австрии. Стать настоящим журналистом, посетить редакции средств массовой информации и принять участие в пресс-конференции. Все это ждет участников новой школы молодого журналиста КФУ. Каждый год, как в том фильме, каждый год, 1 декабря, мы с коллегами открываем ШМЖ. Сегодня случилось то же самое. Вы видите, какая аудитория, хоть час начиная лекцию, мечта любого преподавателя, полный зал и даже больше. А зал был полон будущими участниками школы молодого журналиста. Будущих акул-пиразей ждет 5,5 месяцев напряженной увлекательной работы не только с преподавателями высшей школы, но и в настоящих редакциях республики. Перед запуском нового учебного года в школе выступили уже бывалые журналисты, выпускники прошлых лет. В начале я действительно задумывалась о том, нужно ли мне это или нет, интересна ли мне эта профессия или нет. Было очень сложно, но я поняла, что меня это завлекает, что мне это нравится, что я действительно хочу работать. И сразу же на первом курсе мне предложили работу. И я вообще была безумно рада, сразу окунулась в работу, в учебу, в студенческую жизнь. Участникам школы журналистики могут стать не только абитуриенты, но и ученики старших и средних классов, а также магистранты и студенты, которые хотят попробовать себя в журналистике. Стоит отметить, что количество желающих пройти школу молодого журналиста с каждым годом увеличивается. Нам не безразлично, кто придет завтра в качестве студентов в высшую школу журналистики, опять же, учитывая два фактора. Первый – это возрастающую роль и возрастающие требования к медиапространству и к тем, кто на нем присутствует, работает. И так или иначе определяет там погоду, что называется. А второе – это прием будет в год 55-летия журналистского образования в Казанском университете. И в КФУ 2017 объявлен годом журналистского образования. Кстати, совсем скоро в высшей школе журналистики и медиа-коммуникации откроется и школа телевидения. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. Первое декабря – знаменательная дата не только приходом зимы. В этот день отметили день юридического факультета. Вот что интересно – это единственный факультет КФУ. И в этом году ему исполнилось столько же лет, сколько наш альмаматор – 212. Подробности смотри в следующем сюжете. Юрфаку, как и Казанскому федеральному университету, в этом году исполнилось 212 лет. Юридический факультет славится не только своими студентами и выпускниками, но и, конечно же, спортивной, творческой и научной деятельностью. Я думаю, что он будет развиваться в тренде тех событий, которые наполняют университетскую жизнь новыми проектами, но еще и инновацией, это еще и та составляющая, которая, собственно, и делает классическое университетское образование, классическую университетскую науку соответствующей требованиям времени. Этот знаменательный день, 1 декабря, объединил преподавателей и студентов на одной большой сцене уникса. В этом году тематика вечера стал творческий баттл образовательных направлений Юрфака Гражданская, Уголовная, Международная, Государственная и другие. В честь каждого из образовательных направлений отстаивали любимые преподаватели факультета. Каждый приготовил по одному творческому номеру. Кто-то продемонстрировал свои вокальные данные, кто-то испробовал себя в роли танцора, кому-то по душе оказался юмор, а кто-то и вовсе подался в аксеры. Кстати, недавно посмотрел фантастические твари и места, где они обитают. Строфкино уходил? Да нет, лекцию первокурсник ввел. На фоне всех ярких номеров сложно выделить лучшего представителя одного из юридического направления. В конце праздничного концерта преподавателям были вручены почетные дипломы, а гости и зрители остались под яркими впечатлениями от празднования Дня юридического факультета 2016. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Универа Ньюс. 224 года назад родился великий математик-ректор Императорского Казанского университета Николай Иванович Лобачевский. По этому поводу в Куфу прошли праздничные мероприятия, в том числе и праздничный концерт. Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. 1 декабря в Институте математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского царила атмосфера праздника. Ведь в этот день в Казанском федеральном университете праздновали День математики и, конечно же, день рождения великого математика и ректора Императорского Казанского университета Николая Ивановича Лобачевского. По этому поводу в Куфу улице имени Лобачевского прошли различные мероприятия. Конференция исследовательских работ «Лобачевский, 21 век», Международная олимпиада по математике, математический марафон, а вечером состоялся праздничный концерт. Очень смелый человек, потому что, представляете себе, провинциальный молодой ученый, преподаватель, бросает научный вызов, принимает научный вызов, необычайно сложные проблемы, которые несколько тысяч лет волновали лучшие умы всего человечества. По выражению известного историка, Загоцкий на Лобачевске был великим строителем Казанского университета, ведь он принес большой вклад не только в создание неевклидовой геометрии, но и наш университет. 15 лет своей жизни отдал ректорству, и именно при нем, по большому счету, наш армаматор с вами стал узнаваемым, как в нашей стране, так и в мире, поскольку именно при нем было спроектировано и это здание, и этот актовый зал, который еще помнит дух времен Николая Ивановича Лобачевского. В этот праздничный теплый вечер выступили не только почетные гости старожилы университета, но и студенты. Кульминацией вечера было вручение призов победителям третьего международного конкурса на лучшую студенческую работу «Лобачевский 21 век», которая прошла еще утром 1 декабря, и выступление хоровой капеллы КФУ. Пожалуй, труды Лобачевского и его незгладимый вклад в наш университет еще долго будут помнить потомки. Диана Шилова, Руслан Урозаев, Универньюз. А это были все новости на сегодня. Верь в себя, и у тебя все получится. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!